Почему Дональд Трамп-младший остался без охраны, из-за чего французскому президенту пришлось отключить мобильный, и зачем в Швейцарии спустили в туалет десятки тысяч евро? Об этом и не только в нашем обзоре. Дональд Трамп-младший отказался от телохранителей. Старший сын американского президента устал от постоянного присутствия офицеров спецслужб и хочет чувствовать себя более свободно. Теперь секретная служба США должна вздохнуть с облегчением, ведь она уже исчерпала годовой бюджет. Из-за большой семьи Трампа спецагенты вынуждены охранять 42 человека. Это на 11 больше, чем при Обаме. Президент Франции у телефона. Эммануэля Макрона атаковали звонками, когда номер его мобильного оказался в интернете. Набирали поздней ночью и ранним утром, слали оскорбительные смс. Номер президента был в списке контактов журналиста, у которого похитили телефон. Это один из трех мобильников, который использует Макрон, и он был предназначен только для личных контактов. Сейчас номер отключен. Деньги, спущенные в унитаз. В Швейцарии в туалетах смыли десятки тысяч евро. Порезанные банкноты номиналом 500 евро нашли в кабинках банка UBS и трех близлежащих ресторанах. Купюры забили канализацию, пришлось вызывать сантехников. Выпуск банкнот в 500 евро в следующем году собирается прекратить. Считается, что ими расплачиваются наркодельцы и террористы. Новые шедевры Бэнкси. Знаменитый уличный художник, который скрывает свою личность, нарисовал два новых граффити в центре Лондона. Они приурочены открытию выставки американского художника Жанна Мишеля Баския. Тот, как и Бэнкси, был уличным художником, а потом прославился как неоэкспрессионист. Умер Баския в 27 лет из-за передозировки наркотиков. Собственный робот. В Китае создали устройство, которое можно запрограммировать самому. Шестиногий робот-паук умеет подниматься по лестнице, видит в темноте и различает цвета. Но главное, оснащен специальной операционной системой, которую можно усовершенствовать. Ему можно придумывать новые задачи. Управлять роботом легко с помощью телефона через Wi-Fi. Вокруг света за 79 дней британский велосипедист Марк Бомонт установил новый мировой рекорд. Во время путешествия он проводил в пути по 16 часов в день и всего 5 часов в сутки тратил на сон. Трижды Бомонт падал с велосипеда от усталости. В поездке его сопровождали механик, диетолог и врач. В общей сложности рекордсмен преодолел 30 тысяч километров. Стартовал и финишировал Марк в Париже.